Ведущий экономист современного Башкортостана Рустем Шахметов на прошлой неделе с тревогой сообщил о том, что бюджет города Уфы находится в крайне бедственном положении. И мэрия Уфы вынуждена перезанимать деньги в банках, чтобы покрыть свои предыдущие обязательства и перекрывать текущие расходы. В частности, администрация города Уфы на днях оформила кредит на 690 миллионов рублей под 14% годовых в Сбербанке. А это ни много ни мало 97 миллионов рублей в год только процентов. Вообще, финансовый блок администрации города Уфы очень напоминает безграмотного бедолагу, который бегает между киосками микрозаймов, зажав в руках потный паспорт. Получается, что пресловутую и никому не нужную колоннаду на набережные города Уфы, которую Радихабиров вознамерился воздвигнуть в честь дружбы с Абхазией, мы будем строить на кредитные деньги. А оно нам точно нужно занимать деньги, чтобы построить эту колоннаду. Но, увы, одной колоннадой мы точно не отделаемся от братской дружбы с Абхазией. На минувшей неделе президент никем не признанной Республики Абхазия господин Бжанья сообщил о том, что Республика Башкортостан вознамерилась построить в Абхазии собственный санаторий. Бжанья с нескрываемой радостью сообщил нам о том, что в эту маленькую, никому не нужную территорию хлынут башкирские деньги, появятся рабочие места, налоги. Ну, в общем, не скрывал, товарищ Бжанья, своего восторга. А помните, еще при Хамитове мы взяли, как говорится, на буксир никому не нужный крымский санаторий юбилейный. Вот где он теперь? Восстановлен? Там отдыхают детки из Башкирии. Да ничего подобного. Этот санаторий оброс, как и положено, уголовными делами, там что-то непонятное творилось, и, в общем-то, он стоит, как говорится, и ныне там. А вот Абхазия – это еще круче. Это вообще территория, никем не контролируя. Выводи туда денежки, никто не проверит. Согласитесь, очень удобно. Меня часто упрекают в том, что я попрошайничаю деньги у подписчиков нашего канала на свою красивую жизнь. Так вот, в очередной раз сообщаю вам, дорогие подписчики, ни одной копейки из ваших пожертвований в мой личный карман никогда не попадают. Все эти деньги идут на расходы, которые мы несем, эксплуатируя и создавая наш канал. Так что смело помогайте нашему каналу. Деньги в безопасности, они пойдут на нужное и благое дело. Смело жертвуйте каналу «Открытая политика», чтобы он мог и впредь радовать вас острой и полезной информацией. А иначе? А что иначе? А иначе БСТ. И это вам не шутка. Так что помогать нашему каналу можно через расчетный счет, который мы показываем в каждом нашем выпуске и который мы публикуем в описании под каждым нашим видео. Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан вынесло официальное предостережение Радио Хабирову о недопустимости нарушения федерального законодательства. Вот так вот, не много и не мало предупредили главу региона о том, что нехорошо нарушать федеральные законы. Речь, собственно, идет о стремительной попытке отдать под застройку 1200 гектаров городских лесов в районе Кузнецовского затона до Мелькомбината. Операцию эту Хабиров попытался провернуть руками горсовета и по слухам организации всей этой махинации занимался некий господин Васимов, Марат Васимов, который возглавляет этот самый горсовет. Ну, так или иначе, чудовищная махинация не состоялась, и, как говорится, аллилуйя. Но, согласитесь, это звучит довольно диковато, когда Федеральная Служба Безопасности официально выносит предостережение главе региона о недопустимости нарушения федеральных законов. А он так-то не в курсе раньше был, да? Еще одна новость от Федеральной Службы Безопасности по Республике Башкортостан. Юрий Серышев, руководивший у ФСБ по РБ с 2018 года, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Указ об этом уже подписан Владимиром Путином, и новым руководителем ведомства по Республике станет Игорь Кочнев. О нем очень мало что известно. Неизвестен, кстати говоря, даже его точный возраст. Но мы знаем, что он уже более пяти лет как генерал ФСБ и до Республики Башкортостан занимал подобную должность в Республике Чечня, а еще раньше в Тюмени и в Приморье. Кстати говоря, в Приморье Игорь Владимирович отметился достаточно яркими событиями в плане борьбы с коррупцией местных чиновников, и под его руководством было арестовано аж три вице-премьера правительства Приморского края. Ну, будем только рады, если Игорь Владимирович продолжит подобную практику в Республике Башкортостан, я имею в виду борьбу с коррупцией, в которой, собственно говоря, погрязла вся команда ХЭ, и действительно назрел момент, когда нужно принимать какие-то решительные действия. Не могу сказать, что Юрий Серышев их не предпринимал. Мы помним очень много дел, которые при помощи, при участии и с подачи ФСБ у нас здесь произошли. Это и Беляев, Кучербаев, это многие другие. И, собственно, достаточно знаково выглядит смена руководителя ФСБ по региону в предвыборный момент. То есть, а у нас сейчас предвыборный момент как Владимира Путина, так и самого Радия Хабирова. То есть, это достаточно необычное явление в том смысле, что конструкция нарушается и привносится новый человек. В общем, будем с любопытством и интересом наблюдать за тем, как новый руководитель ФСБ поставит дело здесь, в Республике Башкортостан. Всю прошлую неделю социальные сети Башкирии обсуждали фото новоиспеченных депутатов Госсобрания Республики Башкортостан. На этих фотографиях куча мужиков в белых рубашках нелепо размахивают ручками, делая какую-то вдохновляющую или отрезвляющую гимнастику. Жители Республики, ну они же избиратели, правомерно возмутились тому, как проводят служебное время те, кому зачастую выделяется от 300 до 500 тысяч рублей зарплаты, и от которых они ждут хоть каких-то действий и улучшений собственной жизни. А эти мужички размахивают своими румяными ручками в белых рубашечках и делают гимнастику. Кроме этого, зоркие избиратели разглядели в кадре странные татуировки на руке одного из депутатов, физкультурников, и просвещенная в тюремной тематике публика даже сделала предположение, что перстень, который был вытатуирован на пальце одного из оздоровляющихся, это признак высокого положения в воровской иерархии. Впрочем, это мог быть просто-напросто Джефф Монсон, распортаченный с макушки до пят, сюжетами зачастую, в общем-то, противоречащими доктрине партии «Единая Россия». Ну, собственно, Джефф Монсон теперь вынужден ходить наглухо застегнутый на все пуговицы, потому что некоторые высказывания, которые нанесены на его тело, действительно четко и противоположно противоречат тем концепциям, которые выдвигает нынешняя власть. И еще немного о депутатах Госсобрания. На прошлой неделе я допустил ошибку, на которую мне строго указали наши подписчики. Вилорий Петрович Угаров, неожиданно отказавшийся от мандата депутата Государственного Собрания, получил этот самый мандат не по списку «Единой России», как я утверждал ранее. Вилорий Петрович получил этот мандат исключительно по одномандатному принципу и был выбран напрямую жителями Уфимского района, которую он возглавлял много лет и избирательные комиссии которого он опекал те же самые много лет. Так что действительно ничего удивительного. Но не получив платного места в Госсобрании, Вилорий Петрович хлопнул мандатом по столу и по слухам вознамерился вернуться на позицию заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства. Но это, как говорится, не точно. Поглядим-увидим, в ближайшее время мы поймем. Вилорий Петрович решил от нас вообще съехать куда-нибудь в теплые края или действительно возвращается в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Возмутительная история случилась в Башкортостане на минувшей неделе. На берегу Павловского водохранилища неизвестные пока еще вандалы снесли поклонный крест, который благополучно стоял там 12 лет и, как говорится, никого сильно не волновал. Злодеев ищут. Им грозит до трех лет лишения свободы по статье 214 части 2. Вандализм по мотивам религиозной ненависти. Не знаю, найдут ли этих злодеев, но, согласитесь, это все вопиющий случай, который лишний раз иллюстрирует уровень работы администрации Хабирова и Урала Кельсинбаева конкретно. Напомню, что Урал Кельсинбаев, который занимает ведущий пост именно в управлении внутренней политики, которая курирует и в том числе и межконфессиональные отношения, так вот этот Урал Кельсинбаев является прямым ставленником иноагента Ростислава Мурзагулова. Как такое уживается в администрации главы региона, совершенно непонятно. Собственно, этот самый Урал, я так понимаю, полностью развалил работу в части сохранения и укрепления межконфессионального равновесия в регионе. И все усилия в этой сфере у команды Хэ в итоге сводятся к публичным намазам и купаниям в прорубях, вырубленных в виде креста. К слову, отмечу, что на момент выхода нашего выпуска в эфир поклонный крест на Павловском водохранилище уже восстановлен и оборудован фотоловушками, чтобы было никому больше неповадно его разрушать. Сплыла, конечно, еще одна подробность о том, что это сооружение не было должным образом узаконено, об этом заявил глава района, но, собственно, это, наверное, нюансы. Я не думаю, что если кто-то где-то ставит поклонный крест и считает это необходимым для себя и окружающих, это, как говорится, право и свобода человека на вероисповедание, так вот, я не думаю, что этот крест будет необходимо как-то уж особенно подробно узаканивать. С другой стороны, существует, например, опасность падения подобных сооружений на кого-нибудь и, как последствия, какие-то увечья и травмы. Не знаю. Безусловно, местные власти должны за такими вещами следить, и, безусловно, в том районе, в котором находится этот крест на Павловском водохранилище, эта работа поставлена недолжным образом. Похоже, башкирские власти отчаялись очаровать население республики своими успехами и достижениями и перешли к фазе принятия и смирения. Чиновники Минтранса, которые недели раньше из кожи вон лезли, пытаясь преподнести ситуацию с транспортом в Уфе как беспроблемную, нашли для себя новую отмазку. Во всем виновата подготовка к юбилею города Уфы. Дескать, вам же, терпилы, готовим светлый праздник. Потому терпите и не выступайте. А то вот все лето мы тут катали вату, а теперь к осени решили начать срочно наносить разметку, ремонтировать дороги, заделывать ямки и прочее-прочее. Для вас же стараемся. Ну, потерпите еще годик. Вот примерно так на этой неделе звучали отмазки чиновников Минтранса. А в ответ на претензии по отоплению и вовсе прозвучало от Баш-РТС, что это вообще не к ним вопрос. Баш-РТС, оказывается, не влияет на ситуацию. Мы только деньги с вас взыскиваем. А все вопросы по холодным батареям – это к управляющим компаниям. Но то, кстати, не забудьте заплатить ровно столько, сколько мы вам скажем. Удобно, согласитесь, да? Отличная позиция. Сначала заплатите за отсутствующее отопление в сентябре, теперь заплатите за холодные батареи в октябре и точка. И не бухтите. Терпилы, терпите. Пока мэр Уфы Ратмир Мавлиев оформляет кредит на строительство белоснежной колоннады, в Уфе творятся всякие безобразия. В частности, только за один день, 17 октября, в городе упало 21 дерево и повредило 9 автомобилей. И только по счастливой случайности не пострадал никто из людей. Зато бюджет Уфы точно пострадал. Я имею в виду то, что уфимская мэрия полностью с успехом освоила все средства, которые выделялись горзеленхозу на так называемое кронирование и так называемое выявление аварийных деревьев. Ну, соответственно, на бумаге, конечно. Внезапно и на 40% подешевели бетонные урны, которые мэрия Уфы планировала закупать по 10 тысяч рублей за штуку. Теперь урны стали по 6 тысяч рублей. Но и внешний вид их свелся к какому-то унылому серому цилиндру, который неминуленно раскрасит бродячие собаки в веселый желтый цвет. В Уфе закрылся, официально закрылся, спортивный комплекс и бассейн Тан на улице Зорги. Жители новеньких цветных небоскребов вокруг в ужасе. Когда им впаривали квартирки в этом районе, им преподносили ситуацию так. Вокруг будет лес, рядом бассейн, спортивный комплекс. Значит, отдыхаете, живете, дышите полной грудью и так далее, и так далее. Лес постепенно застраивают очередными человениками. Бассейн и спортивный комплекс, видимо, снесут после закрытия, ну, потому что нужно еще пару веселеньких человеников-небоскребов воткнуть. Жилье в этом микрорайоне точно упадет в цене. Ну, кому хочется жить в подобном бетонном гетто? На минувшей неделе номинальный владелец одного из крупнейших уфимских предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, Фанис Батыров, которого некоторые безответственные личности от чего-то ассоциируют с депутатом Государственной Думы Динаром Гальмудиновым, сделал громкое заявление. Этот самый Фанис Батыров заявил, что себестоимость перевозки пассажира в Уфе составляет, внимание, 56 рублей. Если это действительно так, то уфимцам стоит готовиться к подъему стоимости проезда на городском транспорте примерно до 60 рублей уже в ближайшее время. Но, естественно, это тоже не предел. На фоне безответственных заявлений на тему «Дайте мне порулить Башкирия, и я превращу ее в Швейцарию», мы провели опрос в телеграм-канале «Открытая политика» о том, верят ли наши подписчики в возможность процветания отдельно взятого региона при условии отсутствия каких-либо изменений в России в целом. В опросе приняло участие более 1200 человек, и 86% опрошенных категорически не представляют себе позитивных перемен в родном Башкортостане без кардинальных изменений в Российской Федерации. Ну и только 14% опрошенных наивно верят в сказки и обещания. Разговоры о том, что в России могут ограничить или вовсе заблокировать YouTube, ходят давно и основательно, с самого начала специальной военной операции. И меня часто на стримах и в разных других коммуникационных местах спрашивают о том, что же станет с каналом «Открытая политика», если вдруг YouTube закроют. Отвечаю в очередной раз. Мы будем выходить в Телеграм-канале, в Дзене. И Телеграм-канал, и Дзен называются так же, как и YouTube. «Открытая политика». Так что, если вы еще не подписаны на наш Телеграм-канал или Яндекс.Дзен, на всякий случай подпишитесь. Тем более, что, например, на Телеграм-канале выходит еще и другая информация, кроме наших видеовыпусков. Так что там весело и интересно. Завтра, 22 октября, в 21.00 по уфинскому времени, на канале «Открытая политика» выйдет 93-й стрим. Всех приглашаю подключиться. Заранее вопросы можно присылать в комментариях вот под этим сегодняшним видео. Я обязательно их все прочитаю и постараюсь на них ответить. Нам действительно есть, что обсудить. Что-то тревожное происходит в республике, что-то назревает. И вопросов действительно много. Так что подключайтесь, поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok